всем с добрым утром сегодня у нас среда и по плану первое что я делаю это пишу контрольную по медицинским терминам которые я учила вчера во вчерашнем видео и начало в 9 сейчас 89 еще минутка да детка до 5 баллов из пяти вот так вот мы вчера классно с вами поучили все выучили я к сожалению ошиблась нету такой программы чтобы мы смогли потренироваться как правильно рецептировать стерильные жидкости я честно не имею понятия как это звучит на русском но жидкость которая находится в капельнице она называется стеро и переливание вот этих вот жидкости высчитывания по объему сколько нужно для каждого пациента в соответствии с его весом с его дозы которая ему к примеру нужно вот это вот мы сейчас проходим и мы должны были это все делать на лабораторных в специальных снаряжениях и в специальных кабинетах которые оборудованы специальным оборудованием масло масляное я честно не знаю не имею понятия как вам это все объяснить но вы все знаете как выглядит капельница вот этот мешочек который висит и капает нам вену какой-то препарат вот вот этот вот мешочек мы учимся правильно собирать сегодня мы должны были это делать но опять же так как все перекрыто закрыто мы этого делать не сможем я думала что нам дадут онлайн а тренировку что мы будем как-то это делать онлайн но по-видимому не было такой программы и мы сейчас просто должны у нас будут самостоятельным виде контрольных а то есть первое по дезинфекции мы должны будем ответить на пять вопросов как правильно все дезинфицировать а перед началом работы потом что надо сделать после окончания вот это все подготовки помню когда у нас был целый день тренировки как делать правильно вакцины прививки самое сложное это было удалить все пузырики с шприца реально я на тысячу раз его так вот чеканила 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 и потом пришел преподаватель и с одного раза ни хрена себе конечно у меня же практике сколько лет 30 он уже этим занимается мадемуазель вам вообще удобно миска на столе стоит это вообще нормально эй а ты что тут делаешь дружочек по-моему нет это не ну-ка иди отсюда иди это не твоя миска ой нинка воспитывает марио хватит заниматься неприличными делами да правильно повоспитывая его это все от рук отбились мужчины подвластны женщинам всегда ой нинка наверно не стой ноги сегодня встала принцесса лежит и наблюдает за театром который сейчас происходит марио марио отойди от нее она что-то нервничать с утра непонятно что происходит с нинкой своей хвост как помело какой-то нинка кажется доброе утро нинка нинка эй ну вот это мой куполец нельзя 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 где-то не а вот это а дальше где было где было где было где было вот короче у нас вот так вот зоопар дома происходит нормально взяли открыть дверь пошли сейчас у нас час дня и мы только что закончили делать нашу лабораторную прикиньте до целых четыре девять десять целых четыре часа у нас ушло только на то лабораторном но слава богу все сделали все отправили теперь будем ждать режим талов и сейчас я готовлю нам обед ничего сложного семгу еще 14 минут и картошечка будет готова так пока жарится рыбка сделаем сок как обычно и и что ты готовишь я готовлю рыбку и картошечку хорошо хочешь ты тоже хочешь вылитать и не хочет и не готова хочет не на линка кстати знаете что мне кажется вам будет интересно у нас также продается вот такой вот спрей масляный сливочное масло а виде спреем тоже написано ноль калорий не знаю верить не верить но использую его постоянно и так же когда я готовила макароны с грибами я забыла вам рассказать про сметану я купила в магазине я купила американскую sour cream но она была с добавками и одна со шпинатом другая зеленым луком слушайте если вы живете в америке и у вас есть поблизости русский магазин и вы любите пельмени то обязательно попробуйте вот эту вот сметану с добавками и с пельменями это будет такой деликатес вообще я даже не думала что таким сметанам существует но у нас все только не придумают так что да вот такие вот интересные продукты можно у нас купить